Следующий вопрос. Нужно ли повторять слова Муаззина, когда он произносит Икаму? То есть когда Азан, разобрались. Вот теперь Муаззин Икаму дает. За ним повторять надо или нет? Говорит из Сахаба Таифа Туминахлил Айлминан Шафи'и и Вальханабелла Гайрихим. Некоторые из обладателей знания, как некоторые из шифитов и ханбалитов, почитали Мутаба Атальмуаззин Фили Икама, что желателем является повторять слова Муаззина даже в Икаме, не только в Азане. И в довод они привели слова пророка Бэйна кулли Азанэни Сала. Между двумя Азанами можно совершать намаз. Что имеется в виду под Азанами здесь? Азан и Икама. То есть узаконен намаз между Азаном и Икамой. Факалю и сказали Али-Икама ютлаку Али-Икама в шариате тоже называется Азаном. А раз пророк сказал Азан, то есть повторяйте за Азаном, а Икама тоже называется Азаном, значит за ней тоже нужно повторять. Тем более, что пророк сказал, когда вы слушаете Муаззина, а это Муаззин, так или нет, и поэтому за ним нужно повторять. То есть он Муаззин сейчас в какой, в роли Муаззина, так или нет, то есть когда он Икама говорит, он в роли Муаззина, то есть не просто в роли какого-то постороннего человека, который на улице ходит, а он вообще Муаззин. То есть за ним не нужно повторять, когда он на улице ходит, например, покупает помидоры, так или нет, просто потому, что он Муаззин. Имеется ввиду за Муаззином тогда, когда он в роли Муаззина. И сказали, раз он Муаззин и дает Икаму, мы должны за ним тоже Икаму повторять. И это мнение выбрал шейх Ибн Бас, то, что даже Икаму нужно повторять. А некоторые из обладателей знаний сказали, что касается фразы, то вместо фразы нужно сказать, То есть, это кто такие? Те, которые тоже придерживаются мнения, что нужно за Икамой повторять, сказали, что все надо повторять, кроме фразы Вместо фразы надо что повторять? Надо сказать Да установит ее Аллах, то есть молитву так, у Адама и пробелит ее совершение. Вдовут они привели хадис, который у Абу Дауда, мин хадис Аби Умамы со слов Абу Умама Аль-Багили, где приводится эта фраза, так? Но в его иснаде Раджилун Маджгуль, один неизвестный человек, и к тому же еще Шагар Ибн Хаушев, перенадчик по имени Шагар Ибн Хаушев, какое его положение? Слабый, так? Говорит шейх Мухаммад ибн Хизам То, чего придерживается первая сторона, о том, что желательно повторять за Муазином даже во время Икамы, я, говорит, не знаю на это никакого довода недостоверного, то есть не знаю на это довода достоверного или явного. А те доводы, которые приказывают нам повторять за Муазином, внешне их смысл указывает то, что повторять нужно во время Икамы. Потому что сказал, что Ан-Нида, когда вы услышите Нида, Ан-Нида это что такое? Призыв. То есть Икама это не призыв, так или нет, а Азан это призыв. И это более видно в хадисе Умара ибн Хаттаба больше, чем остальных, больше, чем в остальных хадисах. То есть в этом хадисе что приходит имамы муслимам под номер 385? У нас в главе под номером 186. То, что посланник Аллаху сказал, когда скажет Муазин Аллаху, 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 Шаду, Ла, Икама, и указывает, что это Вазами, а не в Икаме. Так или нет? Дальше. Говорит, фазвайра, ноулаю сахабу лиджава фили Икама. И более правильное мнение, то, что не является желательным повторять за Икамой. Вабиа за кана юфти шейху на мукбил аль-Вадяи. И эту фетву давал шейх Мукбил аль-Вадяи. То, что говорит, что это не является желательным, более правильно. Более правильно, то, что за Икамой не нужно повторять. Повторять за Муазином нужно только в словах Азана и не касается этого Икама. Это понятно или нет, точнее? То есть окончательнее вопрос какое? То, что когда Муазин проведен в Икаму, то повторять за ним не является желательным, то есть не является установленным в религии. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...